Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я расскажу про тестостерон. Итак, тестостерон, простата и надпочечники. Почему происходит уменьшение синтеза, выработки сперматозоидов, гормон роста и как же повысить тестостерон? Чем человек старше, тем у него уровень тестостерона ниже. Пик максимум приходится на 18 лет. Производят тестостерон тестикулы и надпочечники. Биоидентичные гормоны, синтетические, принимать категорически не советую, потому что они дезактивируют тестикулы и надпочечники, которые производят тестостерон естественным путем. Категорически не принимайте гормоны извне. Все гормоны должен производить наш организм. А при долгом приеме гормона тестикулы уменьшаются в размере и отключаются надпочечники. А это влечет за собой очень много проблем со здоровьем. Главный симптом низкого тестостерона – это увеличение простаты. Это воспаление аденомы. При высоких показателях дигидротестостерона, ДГТ, увеличивается простата, идут воспаления. Чем выше ДГТ, тем ниже тестостерон. С возрастом и из-за понижения тестостерона увеличивается количество эстрогена. А именно непропорциональное увеличение эстрогена по отношению к тестостерону с преобладанием эстрогена увеличивает простату, вызывает воспаление. Итак, высокий тестостерон оздоравливает простату, а вот высокий эстроген и дигидротестостерон приводят к ее воспалению. А что же делает низкий тестостерон? Ну, во-первых, уменьшает либидо, уменьшает тонус мышц организма, разных любых мышц организма. Накачаться, ну, кто этого хочет, практически невозможно. Происходит потеря коллагена, то есть ухудшается тонус кожи, как следствие. Выпадают волосы больше нормы. Кстати, тогда нужно принимать кератин и диатомит, то есть органический кремний. Причин низкого тестостерона много. В первую очередь, это избыток эстрогена. Во-вторую, это глифосат и прочие яды, которыми обрабатывают многие плантации. В идеале, конечно, надо есть только органические продукты. Или выращивать самим, или покупать у тех, в ком вы уверены. Кстати, различный пластик содержит фталаты, фенолы, формальдегиды. Все это страшные мутагены. Ну, плюс к этому в сельском хозяйстве применяются пестициды, гербициды, фунгициды. Все это боевые отравляющие вещества. А у многих теперь, они на столе, также снижают тестостерон продукты с гормонами. Вода уже с гормонами из-под крана течет в городах в том числе. Посмотрите вот это мое видео, вы будете все про это знать. Это очень важная тема, каждый должен это знать. Еще одна очень важная причина, это лишний вес. Чем больше жировой ткани у человека, чем больше жира подкожного и висцерального, тем больше уровень эстрогена, а значит ниже уровень тестостерона. Вообще, повреждение печени, жирная печень, всегда больше эстрогена и будет и меньше тестостерона. Алкоголь повышает эстрогены и снижает тестостерон, особенно пиво с его фитоэстрогенами. Еще один фактор, одна причина. Соя. Изолят соевого белка сам содержит много эстрогенов. И это вызывает воспаление аденомы и снижение тестостерона и количество сперматозоидов. Еще один важнейший фактор снижения тестостерона, это высокий повышенный инсулин в крови, из-за потребления большого количества сахара и продуктов с ним. Ну и конечно, как следствие, инсулинорезистентность, когда инсулина в крови еще больше, чем требуется для проведения глюкозы в клетку из данных съеденных продуктов. А высокий сахар, инсулин, они снижают уровень тестостерона. Категорически не должно быть никакого ночного вечернего жора, надо есть 2-3 раза в день, можно даже и один, если в этот один раз вы получите необходимые калории и все питательные вещества. Об этом в других моих лекциях я рассказываю подробно. Например, вот в этой. Очень желательно правильное интервальное голодание. И еще, очень важно есть жиры. Низкожировые диеты вредны, в частности для тестостерона. Я сейчас поясню почему. Для простаты, для высокого тестостерона необходим цинк. Ну и, конечно, селен, как минерал, который снижает воспалительные процессы. Очень вредны многие медикаменты, особенно статины для тестостерона. И вот почему. Тестостерон ведь это половой гормон. Для его производства нужен жир, холестерин. А статины, они мешают производству нашим организмам холестерина. И тем самым уменьшают синтез тестостерона. Препараты от диабета, препараты от артериальной гипертензии, то есть от гипертонии, от высокого повышенного давления, гипотензивные именно препараты, очень вредны для производства тестостерона. Еще один фактор, о котором мало кто знает, это высокий уровень фермента ароматазы. Он производится в надпочечниках и яичках, и он преобразует тестостерон в эстроген. А причины повышенного количества фермента ароматазы, вот несколько, но главный из них, и в основном, это чрезмерная жировая ткань. Именно из-за излишнего жира ароматаза превращает тестостерон в эстроген. Противостоять этому можно, как я уже говорил в своем прошлом видео про аденому, обязательно его посмотрите. Это корень крапивы, он является ингибитором ароматазы. Более того, цинк, о котором я уже говорил, тоже является ингибитором ароматазы. Совмещение корня крапивы и цинка дает изумительный результат. Принимайте их обязательно. Еще очень важно поднять уровень гормона роста. Повышая его, вслед за ним продуцируется и большее количество тестостерона. Связь здесь прямая. А как поднять уровень гормона роста? Во-первых, это интервальное голодание. Как раз они провоцируют выработку гормона роста, вообще голодание провоцируют. Это и такие аминокислоты, как аргинин в первую очередь, и во вторую, трептофан и лизин, которые усиливают, скажем, синтез гормона роста. Идеальный продукт, содержащий в больших количествах аргинин и трептофан, это конопляный протеин или очищенные семечки ядрышки конопли. Вот эти продукты. Очень важно для выработки гормона роста и тестостерона это хороший сон и отсутствие стресса. Смотрите мое видео «Как заснуть бессонница». Очень важны интенсивные тренировки. Это бег, это становая тяга. Именно это лучше всего провоцирует синтез гормона роста. Начать надо, конечно, с малого, с посильного и плавно поднимать нагрузку, ее интенсивность. Например, Кукриникс Ефимов в свои 108 лет отжимался по 100 раз и так несколько подходов за день. А художник Зиновьев в свои 106 лет делал стойку на голове, йогу и так далее. Держать себя в тонусе необходимо. Интервальное голодание, еще раз подчеркну этот важный момент, провоцирует процесс аутофагии и провоцирует выработку гормона роста, ну и, соответственно, тестостерона. Надо есть не как привыкли или как положено кем-то, а когда вы голодны. Но только если это реальный голод, а не обманка из-за потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, которые провоцируют выработку гормона инсулина и вызывают инсулинорезистентность. Ну и, конечно же, вызывают жажду чего-нибудь еще съесть углеводистое. Это, дорогие друзья, нереальный голод, а это, по сути, наркотическая зависимость. И при таком питании у вас обязательно будет низкий уровень тестостерона и низкий уровень гормона роста. Конечно же, стоит перейти на низкоуглеводистую диету, на разумную веганскую кето-диету, без дефицита, конечно же, питательных веществ. И тогда вы перестанете хотеть есть 3 и более раз в день. Ваши потребности просто изменятся естественным путем. Очень важные в этой связи продукты питания – это крестоцветные, особенно брокколи, особенно проростки семян брокколи. Посмотрите вот это мое видео непременно. Очень важно снизить кортизол – это гормон стресса. Очень важен крепкий здоровый сон, но в полной кромешной тьме, чтобы на расстоянии вытянутой руки не было видно даже пальцев рук. С 11 вечера до 3 утра и в полной темноте вырабатывается гормон мелатонин в полной должной мере. Только так, только при этих обстоятельствах. А он ведь регулирует и многие другие гормоны организма, в том числе надпочечники. Это противораковый гормон, а не только тот, который необходим для роста и развития детей. Помните об этом? А вот днем напротив должен быть яркий, хороший свет. Понятно, что не все мы живем на экваторе. Но витамин D3 от этого не стал менее нужен нам. Поэтому принимайте обязательно витамин D3, доведите его до верхней, а не нижней границы нормы. Посмотрите вот это мое видео про витамин D3, а также вот это про витамины К1, К2, D3 в этой связи. Я советую вам посмотреть также мое видео про кетопитание. Вот эти два моих видео про аденому предстательной железы. Посмотрите вот это мое видео про суточную норму калорий, сахар, углеводы в этой связи. Про бессонницу и важность сна. Про процесс аутофагии обязательно. Ну и про холодные руки и ноги, для кого это актуально. Что ж, дорогие товарищи, на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья и здравомысля. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, и рядом нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и если вам видео данное понравилось, поддержите мой канал, ставьте лайк, делитесь моими видео в соцсетях, пересылайте друзьям, товарищам, знакомым. Ведь эта информация важна всем. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.